Каким он будет, Ульяновск, будущего? Вопрос интересный и спорный, однако вряд ли кто-то будет спорить, что будущее определенно стоит за IT-технологиями. Эта узкая сфера с каждым днем набирает обороты популярности. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Сергей Калугин приехал в Ульяновск, чтобы узнать о новых разработках в регионе, помочь найти инвесторов для лучших проектов и совместно их реализовывать. То, что мне понравилось, мы, может быть, видели не очень много компаний, но они все очень предметные. То есть, во-первых, люди сами делают, сами заинтересованы, и виден их результат. То есть, это не какие-то проекты, а очень реалистичные вещи. По крайней мере, так сейчас кажется на первый взгляд. Один из таких реалистичных проектов – автоматизированная система учета энергоресурсов «Умный город». К ней уже подключены многие дома города Димитровграда. Разработка уже дает положительный эффект. Плата ОДН у жителей стала гораздо меньше. Датчики на приборах автоматически считывают показатели и сообщают об утечках и авариях. Об этом и других находках министр узнал, посетив наноцентр, базовую кафедру технологии интернета вещей УЛГТУ и Центр промышленного интернета в машиностроении, создаваемого на базе ВУЗа. Вся эта конструкция на квартирном доме объединена в единую стечь, как я сказал. Она передает информацию без всяких там дополнительных базовых станций, какие-то дорогостоящие инфраструктуры. Передает на либо сервероуправляющих компаний, либо на серверооператоров, которые занимаются сбором. Но подобные проекты невозможно без IT-специалистов. Как признаются сами работодатели, нехватка кадров в регионе все еще чувствуется. Развитие профильной сферы обсудили на заседании Фонда развития информационных технологий. Перспектива отличная, но проблема огромная. Перспектива отличная, потому что все растет и Ульяновская область в этом плане на хороших позициях и мы тоже растем. Проблема огромная, потому что не хватает людей. А чтобы людей все-таки хватало, в регионе открывают базовые кафедры в университетах. А отдельные компании на своих площадках организовывают курсы по популярным IT-направлениям. Эксперты надеются, что с помощью государства в ВУЗах будет выделено больше бюджетных мест на IT-специальности, что привлечет потенциальных студентов выбирать именно это направление. Кристина Жаку от Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.